здравствуйте друзья сегодня мы с вами будем разбирать лаказий вот это ночная роби и и показывать не буду у меня есть разборка и укоренение клубней а вот этот regal shill у меня новинка но она у меня уже два месяца и посмотрите как она выросла наверное сантиметров на 20 а то и 30 высоту раскидала свои объемные листы вот эти такие большие по полметра новых на выпускала клубни я у нее так и не посмотрела горшок огромный 22 вся она у меня к сожалению в кадр не войдет я ее поставлю ящик и уже в ящике буду показывать только содержимое горшка это еще и ящик нужно найти такой подходящий потому что действительно очень объемный цветок практически как пальма высотой от пола больше метра горшок огромнейший обнинают и достаю горшок сразу в сторону большое количество корней как всегда спрессованных как каучук ну а я сейчас вот так аккуратно потихонечку буду обтрушивать все в горшочек и выискивать конечно же клубишки очень хочется найти на данный момент у меня заказов много на лаказе и сортов много но я распродала по осени очень много прямо клубнями не стала проращивать чтобы детки не мучились всю зиму и в данный момент остались в ночной робе шкура дракона и серебряный дракон ну и некоторые еще подростками взрослые тоже буду продавать потому что у меня их и по 3 по 5 штук так что кто захочет взрослую лаказию пожалуйста пишите дописывайте к своим заказам ну или просто так спрашивайте так но пока ничего не вижу не знаю как у меня это войдет и наверное темно будет кстати из-за листьев из-за кроны листьев они закрывают лампу вот смотрите какая она считает что я пальму разбираю натуральная пальма в общем даже не знаю найду хотя вот один клубень покажу вам как они растут вот растут вот так это вот клубишечек но почему-то он очень маленький бывают клубни достигают два сантиметра вот те это редкость но для такого горшка как бы и должны были быть что мы делаем с клубишком берем вот так аккуратненько и выкручиваем его вот все этот клубишок отставляем в сторону он небольшой но чистенький беленький аккуратненький если посадить его во влажный мог с фактом и поставить тепличку недельки через две максимально через месяц он даст росток так разбираю дальше давайте я отключу камеру потому что мне очень неудобно нужно ее положить не могу и держать и разбирать боюсь что-нибудь повредить и потом все что найду вам покажу так вот до чего я докопала здесь вот тоже смотрите раз уже здесь виднеется вот клубишечек но по-хорошему их подрастить нужно но я все равно вытащу посидят подольше вы зайдут вот это корень это не клубень а вот это клубень крутим его отщипываем все вот еще один клубишок ну и так далее результат покажу после полной разборки разобрала получилось у меня совсем немного независимо от того что горшок был огромный вот смотрите такой клубень вот еще такой большой клубень два всего лишь и вот это вот мелюзга которая неизвестно когда взойдет хоть я ее и купила дорого но сами понимаете такая пальма стоит не тысячу и не полторы а клубишков всего-то ничего вот вытрясла полностью перебрала ну и теперь конечно же грунт вот он грунт который был убрала все коряги вытрясла корни добавила сюда вот перлит верховой нейтрализованный торф и сейчас добавлю вот эту вот кору кора сосны так примерно вот столько все и перемешиваю и засыпаю корешки начинаю засыпать изначально поднимаю вытаскиваю весь волосяной ком вот этот насыпаю одну лопаточку грунта под низ можно две лопаточки так теперь укладываем как спагетти опускаем опускаем придерживаем и засыпаем так из-за руки вам будет не видно так очень и засыпаем доверху между грунтом немножко насыпали вот так пальчиками растопыренными чтобы грунт провалился в корни и так доверху вот таким вот образом и он проваливается пересадила сейчас полью и пусть себе растет наверное годик и только через год в это же время я посмотрю у нее клубни дай бог нарастут ну а сейчас рассматриваем улов и что-то с ним делаем если клубишки вот такие вот чистые делать с ними ничего не нужно откладываем в сторону они очень маленькие если клубишки немножечко коричневые то вот так от себя чутка все поскоблили больше не надо не шкурку счистить в смысле не как картошку чистим а слегка только скоблим если поскоблить они зайдут быстрее так нож вытираем дальше малышню точно так же вот этот можно оставить он не отломился значит прорастет быстрее так слегка поскребем сажается клубишок толстеньким кверху клубишки и луковички называют их по-разному но это сути не меняет когда растение больное я их выдерживаю в привикуре energy но это растение абсолютно здоровая после покупки я делала его протравку и клубишки как вы видите и корни все это здоровенькая беленькая не гнилое если вы сомневаетесь в качестве бывает такое что покупаем и подмороженное подгнившее то привикур energy вам на помощь 40 капель на 1 литр вот и в этом растворе замачиваем можно конечно и грунт пролить не помешает ну в общем привикур обязателен фитаспорин он очень легкий и не очень-то помогает фитаспорин это так я бы сказала мертвому припарка хорошая поговорка есть я никогда раньше не пользовалась то и сейчас в в общем-то стороной обхожу не увидела я от него никакого толку тоже если привикуром польешь даже если сверху горшках плесень образуется прольешь плесень исчезает от фитаспорина нет не исчезает вот это конечно же скорее всего погибнет но она отломилась сама наверное не вырастет так мужик очищаем и доходим до большого клубишка вот видите смотрите с этой стороны он зауженный такой с этой наоборот вот так расширенный вот этой расширенной стороной сажается вверх зауженный вниз и корни появляются вот отсюда сверху и корни отсюда росток идет к верху чем очень интересно она растет необычная булочка такая я показывала вам неоднократно у меня же видео есть так теперь уже не в плейлисте экзотические растения можете посмотреть как я их разбираю как выглядят детки как они вырастают вообще какие я отправляю в каком размере здесь видите тоже бульбочка иногда она бывает вот такая прям черная это не значит что она плохая это значит что она старше вот этой она уже покрылась такими чешуйками чешуйки надо удалить нужно удалить и вот здесь уже пробивается росточек главное ничего не повредить иногда шкурки вот эти которыми она просла в общем как молодая картошка шкурка иногда бывает тоненькая счищается легко а иногда приходится вот усилия прям приложить по скрести как следует чем лучше очистите тем быстрее взойдет мох свагнум у меня вот такой вот сухой таежный заказываю его всегда у наташи хомяковой белоснежный просушенный многие сажают свежий но я пока не нашла в новосибирске где свежий покупают да и этот удобнее сейчас я его намочу чистой фильтрованной водой как следует затем отожму вот так как носки разровняю и вот как раз него и можно будет сажать клубишки подписала рюмочки разложила клубишки и вот так вот подготовила мох в меру влажный но теперь от мха отщипываем кусочек берем клубишок к верху широким на серединку чтобы ему возможность была расти вверх и вниз заворачиваем и сажаем вот сюда вот в рюмочку все больше ничего не нужно делать один раз в неделю слегка с пульверизатора сбрызнуть если сомневаетесь во влажности достаете весь ком вытаскиваете клубишок увлажняете в меру опять отжимаете опять заворачиваете это для неопытных товарищей потому что изначально у меня было то же самое не знала насколько можно увлажнить чтобы потом он не испортился не загнил еще одного заворачиваем сажаем брюмашечку так если потом сверху останется мог то я его разложу так ну и вот так далее так далее так далее так и сюда стаканчик так вот они потом стаканчиках и пойдут в мохи подростки они идут уже в мохи и в грунте сверху снизу сейчас покажу так девчата здесь у меня стоят уже вот некоторые медная ноги все уже расписаны душистая ну и сюда же ставлю регал вообще у меня таких несколько тепличек там уже и деток полно так подростки вот так выглядят это практически взрослые есть тоже видите корни много корней когда-то она сидела в мохи также затем я достаю насыпаю грунт на низ потом эту подушку с мхом на серединку и вокруг тоже обсыпаю свежим грунтом это уже просто на полке стоит адаптирую адаптирую вот так некоторые почему-то очень видят большую проблему в адаптации цветов я не вижу достаете из тепличек вот они у меня стоят видите это адаптация достаете из теплички ставите в какую посудинку прозрачную большие уже готовы и накрываете вот так дня на три по мне полностью не полностью а вот так все дня три постояли под лампами затем на ночь не утром а именно на ночь чтобы лампы не были включены на четвертый день убираете все и вся адаптация а то понаписали мне на бегоне ой танцы с бубнами но какие-то танцы с бубнами а если растение к вам идет посылки и идет она восемь девять дней бывает и такое какое оно придет естественно его в любом случае надо ставить тепличку потому что она такой стресс принесло и засохла и света не видела закрытом пространстве то есть то же самое как из теплицы адаптация это проще пареной репы больше громкости чем дел накрыли вот так поперек постояла три дня сняли все растение готовы и вот такие вот подростки тоже будут продажи некоторые вот ну как бы не совсем подростки они в оптовом магазине уже как взрослые продаются такие вот медная кому нужно распишу вот эти взрослые еще не расписаны но на этом у меня все всего вам доброго всех с прошедшим праздником мужчин мирного неба над головой смотрите мои видео телефоны для заказа 8 3 9 464 60 04 и на этом до новых встреч